По имя Отца и Сына и Святаго Духа, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сердечно всех поздравляем с Богоявлением, Крещением Господним, с праздником, который мы вспоминаем, как Спаситель пришел к пророку Иоанну и погрузился в воды Иордана. И до Христа в эти воды спускались тысячи людей для того, чтобы исповедовать все свои грехи, все свои жизненные ошибки. И в знак очищения они омывались водой, потому что вода имеет свойство смывать с наших рук, с нашего тела грязь. Мы становимся чистыми, омовенными, и покаяние, которое человек совершает перед Богом, оно тоже имеет свойство очищать душу, обновлять ее, делать ее чистой перед Богом. И вот все эти грехи, в которых исповедовались люди, они оставляли в этой Иорданской воде. И все это водное естество напитывалось человеческим несовершенством. И Господь, будучи безгрешным, и для того, чтобы людей тоже избавить от греха и сделать их святыми, Он спускается в эту Иорданскую воду и вбирает в себя грехи всего мира и всего человечества. Это ужасная и тяжкая ноша, которую Христос берет на свои плечи и возносит ее на Голгофу и своей кровью смывает все человеческие грехи. Человек очень боится ответственности. Мы знаем, что за каждое слово, за каждое дело мы дадим ответ перед Богом. И мы боимся этой ответственности. И нам хочется, чтобы кто-то снял нас, эту ответственность, снял с нас вот этот груз греха и всего того, за что я сам себя не люблю. И этот грех, эти несовершенства, Бог как губка впитывает, забирает у нас в обмен на наше покаяние, на наше согрешение. Каждый из нас был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. И по преданию церковному вот эта главная наша молитва с призыванием лиц Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, была впервые произнесена Иоанном предсечей, когда тот видел Христа, исходящего из воды. Это был Сын Божий. Голос Отца, Бога, свидетельствовал с неба и говорил, это Сын мой возлюбленный. И Дух Святой в виде голубя спускался на Христа. И видя явление этой Троицы, Иоанн предсеча воскликнул, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господь основал церковь, новое человечество, новое творение. Если через Адама все согрешили, то через Христа человек может избавиться от греха и стать тем созданием, о котором Бог так промышлял. Потому что Бог создал нас не для греха, не для смерти, но для вечной жизни. Но человек настолько немощен, что, как говорит святитель Иоанн Златоуст, он не смог воспользоваться благополучием, который Бог дал Адаму в раю. Человеку оказалось этого мало. Чего захотел человек? Быть как Бог. Но чтобы быть как Бог по благодати, чтобы очиститься, нужно колоссальную силу приложить. И человек на это оказался не способен. И вот Христос исправляет ошибку Адама. Он становится нашим новым Адамом. Через Него мы получаем возможность войти в Царствие Небесное, в то Царство, в то состояние духовное, которое утратили наши первозданные люди. Но как можно это сделать? Только через рождение во Христе. А как можно родиться во Христе? Только через таинство крещения. Таинство крещения – это первое таинство, которое совершается над человеком. Через это таинство мы становимся детьми Божьими. Мы становимся семьей Христа Спасителя. Стать сыном или дочерью своих родителей можно только через рождение. И вот стать чадом Божьим, присоединиться к Церкви Христовой можно тоже только через рождение, только через присоединение к этой семье, главой которой является Христос. И вот это духовное рождение человека возможно только через крещение, когда нас погружают в купель с произнесением слов «Крещается Раб Божий во имя Отца и Сына и Святого Духа». Человека погружают в воду, а под водой он не может дышать. Поэтому на мгновение замирает наше дыхание в купеле. И это символ смерти. В купеле мы со Христом умираем для нашей плоти, для греха. И потом, восставая из купели, мы делаем первые вздохи, как уже обновленный человек. И вот это поднятие нас из купели, или выход из купели после крещения символизирует воскресение вместе с Христом Спасителем. То есть в воде крещения умирают все грехи, уничтожаются все грехи. Человек исходит чистым, непорочным, новым человеком. Конечно, он снова потом согрешает, но все равно через крещение у него остается семя благодати Божией, которое может прорасти в нем, приобрести силу, если человек будет исполнять заповеди Божии. Крещение само по себе никого не спасает. Это только рождение для жизни со Христом. А чтобы развить в себе все те дары, которые Господь дает нам в таинстве крещения, человек должен всю жизнь посвятить Богу. Исполнять его заповеди, быть чадом Божьим, участвовать в церковных таинствах, в церковной жизни. Сегодня мы освящаем воду и призываем имя Божие. И верим, что эта вода получает особую силу и благословение Божие. Оно напитывается благодатью. И как в молитвах сегодня мы возглашали, она служит во исцеление души и тела, в прогнание всякой скверны, во огняне дьявольской силы. Без воды невозможна жизнь человека. Вы помните, Господь начинает творение мира, сотворение воды. Животный мир появляется тоже в воде. Как начинается жизнь человеческая. Тоже из жидкости. Это самый главный ресурс на земле – вода. Но вода может быть очистительной и вода может быть губительной, так как было во времена Ноя. Вы помните, насколько человечество отошло от Бога, настолько человек себя оскотинил, уничтожил себе образ Божий, что Бог смыл всех, кроме Ноя. И вот если эта вода, свинцовая, тяжелая вода Ветхого Завета, уничтожила согрешающих людей, то вода Нового Завета, иорданская вода, в которую вошел Христос, она человека очищает от греха. И мы верим в то, что Господь дает нам вот эти благодатные свои дары в крещенской воде для того, чтобы мы и в вере укрепились, и здоровье свое утвердили, но все делали это с призыванием имя Божьего. Мы должны помнить, что все, что мы видим и в храме, и в таинствах, это всего лишь средство для того, чтобы нас сделать ближе к Богу. Сама по себе святая вода, если неверующий человек будет ее принимать, она ничего сделать не может, она остается веществом, но она действует только тогда, когда мы с верой принимаем, с молитвой ее принимаем. Или пусть даже неверующих нас, их близких окропляем, но по нашей вере Господь тоже будет их спасать. Вот эту святую воду мы храним целый год в наших домах. Ежедневно, обязательно, дорогие братья и сестры, эту воду нужно принимать. Утром наливаете немножко вместе с просворкой, произнеся слова во имя Отца и Сына и Святого Духа и делаем глотки вот этой воды для того, чтобы Господь нас очищал, потому что все в мире нас делает непотребными, грязными, к чему не прикоснется человек. Везде грех, везде несовершенство. И только Господь нас очищает. И вот святая вода это средство к нашему очищению. Будем принимать ее с благоговением и с верой. Я всех вас поздравляю, дорогие братья и сестры, с праздником Крещения, Богоявления Господня. Пусть эта благодать, которая сегодня по нашим молитвам сошла на воду и на всех нас, пусть она нас обновит, защитит и приведет нас к нашему Небесному Отцу. Аминь. Со святым, с праздником, Божье благословение да пребывает со всеми вами.